Китай и Соединенные Штаты с большим отрывом обгоняют все другие страны по количеству вредных выбросов. На оба государства приходится 35% потребления энергии на планете. ТНР производит 50% всей стали в мире, 60% цемента. Кроме того, страна – крупнейший потребитель и производитель угля. Но уже к 2030 году Пекин пообещал сократить выбросы барниковых газов на 60-65% по сравнению с уровнем 2005 года. «Трансформируя экономику, основанную на потреблении энергии, мы должны помнить, что это потребует усилий многих стран мира. Китай и США могут сыграть в этом процессе ключевую роль, учитывая, что сейчас эти страны – лидеры по выбросам барниковых газов. Мы сможем сделать это вместе». «Я считаю, что уменьшение выбросов станет двигателем китайского экономического роста. Китай уже поставил цель – создать модель экономики, ориентированную на устойчивое развитие и инновации. И очень скоро эта задача выйдет на первый план». Китайско-американский альянс по эффективному использованию энергии сформировали 10 лет назад, чтобы объединить финансовые и технические ресурсы двух стран. Главная цель – помочь Китаю в продвижении масштабных проектов в сфере повышения эффективности энергетики. Благодаря оборудованию США в Китае начинают появляться зелёные дома с умным обогревом. «Китайско-американское сотрудничество в экологической сфере выгодно обеим сторонам. Китай предоставляет нам огромные возможности». «Китайская экономика сегодня страдает от замедления. Американская находится на этапе восстановления. Сотрудничество двух стран, взаимные инвестиции в сфере чистой энергии и защиты экологии будут не только помогать нам в достижении целей – повысить качество воздуха и остановить изменения климата, но и стимулировать наши экономики». Один из активных членов Китайско-американского альянса – компания Opower, которая уже наполовину воплотила свой первоначальный план – сократить энергетическое потребление США на 1%. Opower разрабатывает алгоритмы, которые помогают потребителям сравнивать потребление своего дома с соседским, а также дают советы относительно сохранения энергии. «Это сочетание аналитики с практическим применением. Мы изучаем поведение потребителей, чтобы общение с ними получилось максимально персонализированным, так, чтобы они поверили, коммунальные предприятия понимают их, и так легче побудить их к действиям». Аналитики уверены, что стратегия энергоэффективности – ключ к переменам. Удачный пример – штат Калифорния. Пока в других регионах США потребление на душу населения выросло на 50%, в Калифорнии благодаря таким стратегиям показатель не менялся с 1975 года. Анна Санякевич, CCTV.